так здравствуйте сейчас посмотрим запись идет идет значит сегодня у нас 11 мая до запозданием начинается цветение так с опозданием вы живете в майне ну представьте чтобы иван меня зовут иван живу я в майне иван тогда я константинович а вы по отчеству иван валентинович сколько лет садоводческого стажа ну я не знаю я вот может быть лет пять начал ты все да не могу я по яблоням больше абрикосы как бы у меня не получается абрикосы и груши хуже яблоки как бы ничего а у вас за дело эпидемия яблони а у нас есть это вот такой рак вот ветка метра два получается она примерно от метр оттуда метр оттуда посередке раз сантиметров 15 сушила я так смотрю яблоня воде стоит а что-то листочки с одной стороны желтоватая подхожу вот она сушила я выпиливаю ее полностью эту ветку дохожу до этого рака смотрю эту кожу забираю пилю ножовкой а она как листвяк на такой степени тяжелая то есть пилить и очень тяжело это по яблоням все-таки пилить так и вы тоже представьте пожалуйста я попов игорь анатолич очень приятно тоже майна да один сат или это разное вырезанное разное это вот так уж получилось начались яблони ваши яблони живы я покупал два года назад да а где покупали в саяногорске покупал он короче купил не то что хотел они зеленоватый такой сорт я хотел красный такой аромат ну факт тот что живой ладно но это потому что ему два года колонковый еще у меня колонковый я почему спросил яблони которым эпидемия началась лет десять назад началась вот это у нас было у нас все яблони а с чем это вот связано мое предположение рак это знакомое название просто знакомое такое значит на самом деле рак это грибное заболевание дерево которому 10 20 30 лет заболевает не просто заболевает просто стареет и у него появляется мертвая ткань и тогда на них садится гриб который имеет разное название оттваивалась к раку у них у этих грибов один одно из названий черный рак вот он не ест живую ткань это я всем говорю кто мне слышит потому что с дуру начинает лечить от рака а он безобиден он только мертвую ткань ест пусть он выглядит страшнее всех ты очень называют сажистая заболевание есть еще вариант красного рака вообще называют огневицы тут подавлю это все грибные болезни то что случилось в мае в сизой красном хуторе у меня всех соседей все деревни сожили но вначале пилили они ослабевали а потом на эту самую на мертвую ткань и на как ее назвать на живую на раме просто садились уже не грибные заболевания а это уже бактериальные заболевания да это бактерии и вот получилось так что они не лечатся кто только не пробовал любыми этими как назвать любыми не только то что называется до химикатами а пытались лечить даже антибиотиками как людей бесполезно ничего не получается в общем мы определились яблонями труба начинается новая эпоха как вы попали сюда к железову сергею как мы же слышали так-то знаем и и как бы средства массовой информации как бы из мужа местная а на рынке а вы знаете что в османе стоит машина якобы то есть минусинская привезенная я уже не верю потому что я уже сколько покупал и ой как она мне это продавщица лапшу мне железу лапшу вешала вот а что у вас диковина я говорю есть персики есть нет а через есть черешня в минусинске ни одной сервисе нет а саженцы выращивают а откуда брали это я в сианогорске брал с алтая привозили все понятно так я не могу заглушить соседа все плохо ну все я считаю что даже вот этот небольшой разговор он все равно будет полезен они вот я сейчас возьму что уже без вас закончу вы идите торгуйтесь так сосед уже обижать когда я прошу пилу остановить поэтому и не не уже с ними связываешь какие какие как персики или персик у вас в мане персики могут жить не в кровной форме вы живете близко кенесея или там погорный середине ну так ну там уже укрывать надо вот по берегу ложь и укрывать там до теплее и вот что получается сергей сейчас привил конечно он вам скажет нету на осень он сделал прививки сделал осенью да можно конечно если осторожно так привет это да кстати вы так меня нахваливали вам не уже книга подумаешь тысячи рублей ну это это сейчас я деньги так а напарник ваш может он смелее у него вообще без денег а ну все 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 я молчу я правда интернет с вами и вообще я я вас и мужа подсказал в интернете вас ну все слушал как саженцы садить как вот подкопал посадил не надо ничего не не навоза ничего вот это вот все слушал пока не истощится дерево никаких подкормок а то вот обычного саде там навоза подкидываю да и они умирают да 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 уж ладно вы занимайтесь а это вот у меня яблоня было да у него видно рак был карат ходила я взял эту кору скотчем примотал этим замазал вороб еще два года но мне это плодоносила это потому что уже дальше выше отходить стала в тот рак о котором вы говорите это гриб вот он не убивает мгновенно он десятки лет и все считают что убивает вот дерево молодое как правило здорово потом начинается морозобойно появляется мертвая ткань и поселяется рак чтобы сожрать мертвую ткань мертвую вот это кроме меня ни один чек на планете не знает все считают что грибы манилия эти как комикоз все это считается патогенные грибы столько по навороте столько под а потом купите 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 яд а их нельзя вообще просто прикасаться к дереву тем более еще вырезают эти морозобой на это черноту вырезают и рано становится страшнее а вот груша у меня дверов тут уже сколько лет да это 45 лет или сколько уже ничего им не делается уже вот такие деревья но я верхушки по обрезал конечно потому что наверх уж не ладно потому что я представляете груша оттуда летит моя в каске ходила там груша были вот такие и каждый год плодоносит вообще отлично но теперь то уж точно не возьмете секатор и пилу до самого смерти и а теперь да вот это здорово она потому что сильно высокая с высоты на все это самого начала смотрите вы купите саженцы и сергей на ваших глазах сделать первую и возможно последний обрез то есть он укоротит крону это ради лучшей приживаемости и после этого она уже не будет так вертикально мне бывали деревья вот привил она лезет вверх я пока ухи так еще метр опять боковых нет даже это такое ну приходится влезть уже эти в эту самую природу отрезаешь половину и вот и боковые пошли вот и это сергей железов сергей валерьевич это сына в чем все наш молодым считаете может счет и десяток это один из лучших садоводов россии правда работает на кране потому что родина ему дала так я так же так же добавки дала ключи от крана вот я думал вну молодой 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 наглый я вот прививаю например ну обыкновенную яблони ну вот срез на срез и у меня одна вот такая допустим а другая вообще возьмет как бахнет вот такую объясняю почка почки рознь вы на той привели плодовую почку она другой ростовую одна растет другая них вот смотрите вы видели это чудо пошла на рекорд это это с рынка уже чуть нет какой уже больше десяти я сбился счет она дала на второй год на третий два яблочко и на десятый дала два яблочко вот посмотрите какое чудо какая прививка так а может быть они привили не на ту или чу почему почему да нет а у них по по двое специальная по двое как от слабо рослое для чего чтобы она не да кстати она еще правильно ты говоришь они еще и клоновая то есть втакает палку специальная технология палка обрастает корнями искусственными центрального корня нет все эти корни поверхностные мучаются от жары вот а потом самое интересное эти корни смогли вот столько выкормить а больше никогда не потянут все я столкнулся с этим у меня его назвал сибирский гигант он был короче меня по колено восемь лет был один ствол а он вот так это вот цветок вот такой круглый понимаешь и здесь как будто еще можно ну взять перед да а я там выцарапывал просто почки вот он почками 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 я его выцарапывал прививала вот это единственный шанс когда сам берешь это и фрагмент и на новое место а теперь вспоминаем в эсмайне стоит автомобиль и там прекрасные колновидные яблони а приехали они примерно из узбекистана вот а врет смотрит мне в глаза мне железо и врет что это вырастили в этом новосибирской нет вот сейчас говорят солтая а это придумала свинусинска да машина свинусинска а он закупил крупную партию предприниматель она вроде не врет приехал свинусинска и главное что все их там там сотни вот таких колновидок и никогда ничего с них не вырастет я уже знаю вот точно кожа вот так она но это повыше маленькая это было вот по колено сейчас если телефоны на еду посмотрю там вот она цвела вот так всегда цвела каждый год его как цветом но плодов не было так растет вот так вот сюда цветет прямо шаром таких плодов не было так друзья я вас покидаю у вас свои дела да у нас свои ехали за да уж как мог развлекал пока сергей приехал ну все выключаю пока а